Здарова! Мне всегда было интересно, чем занимаются птицы на юге, когда туда улетают. Николай Николаевич Дроздов меня к такому не готовил. Извините, мне нужно спустить пар. Хотя все логично, если у птиц есть свой гриб, значит должен быть и спорт. Конечно, нихуя не логично, но тут знаете ли, птица в гольф играет, значит она богатая. А богачи могут слать логику нахуй. Главное, по прилету обратно не забыть, что везде яйцо. Мое, сука, верни, блять. Как я без него пирог приготовлю? Мне кажется, ей бы больше подошел не гольф, а американский футбол. А вообще, птица все правильно делает. Только так и нужно в гольф играть. Иначе это пиздец, какая скучная игра. Помните, как зовут одну известную порно-актрису по фамилии Грей? Если нет, то следующее видео вам напомнит. Вау, видимо, кто-то взял миссию на пожарной машине в ГТА. У мужика, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась быстрее, чем эта тачка. А может, это такой новый метод допроса? Слушай, говори сюда, как зовут главаря? Молчишь? Давай ее в тачку. Но больше всего удивляет спокойствие мужика. Смотрел, куда он вельнет? Откуда столько уверенности в своей реакции? У него что, паучье чутье? А вдруг за рулем и вправду Человек-паук сидел? Причем, судя по голосу, выглядел он не вот так, а так. Не, ну а что? Борьба с преступностью может подождать, пока везешь тещу на дачу. Интересно, о чем в этот момент думал водитель пожарной машины? Да по-любому о том же. Я смотрел, куда он вельнет, блин. В общем, если где-то горит здание, и пожарные до сих пор не прибыли, знайте, во всем виноват Сашка, которого подвело паучье чутье. Если вас достал ваш код, вот видеоинструкция, как его можно отвлечь. Знаете что? Как только я посмотрел это видео, я сразу же понял, что из этого кота никогда бы не получился какой-нибудь злодей из кино. Просто представьте себе сцену побега из его мега-убежища. Бегите, я его задержу. Стойте, стойте, ребят, подождите, сейчас я к вам подойду. Он там походу надолго. Не, ну конечно красава хозяин, заморочился. Построил этот механизм, чтобы доказать свое интеллектуальное превосходство. Ну не купил же он его. Когда вы в последний раз видели магазин все для наебывания котов? Кот просто сидит и нажимает на кнопку, чтобы штучка поднималась. Да он бы легко смог заменить этого человека, который поднимает шлагбаум. Даже призванный на помощь пес не сильно помог. Чтобы решить эту загадку, коту нужен как минимум Стивен Хокинг. Все просто. Произошел разрыв квантовой червоточины и образовался портал в пространстве. Ну что, котяра, думал легко будет? Если бы дело было в Dark Souls, из коробки бы вылез какой-нибудь здоровенный хер и на голову бы тебе огромный меч оброкинул. Знаете выражение «Готовь Сани летом, а телегу зимой»? Вот этот чувак решил пойти дальше. Грамотно он замиксовал, подготовил зимнюю телегу летом. И чего они угорают? Может, мужик вез песок через гетто и попал в перестрелку? Да и вообще. Вдруг у нас так с заброшенными дорогами поступают? Раз уж никто не ездит, нахуй она нужна? Серег, засыпай, блядь. Я не могу, блядь, охуеть. Сука, дебины, блядь. Возможно, водилу память как у аквариумной рыбки и только так он сможет найти дорогу обратно. И то вряд ли, весь песок к тому моменту уже спиздил. Мужики, которые снимают. Или ему отпуск не дают, чтобы на море сгонять. Не пускайте меня на пляж, у меня будет свой пляж. С блэкджеком и двойной сплошной. И ямами. Честно говоря, я хуею вот с таких вот ситуаций. Если бы Уолтер Уайт жил в России, он бы вообще не стал заморачиваться с покупкой автомойки для отмывания денег. Заказал несколько тачек с песком, проехались и все метамфетаминные бабки чисты. Мне кажется, после этого видео у отдела, который занимается транспортным налогом, должен появиться новый слоган. Заплати налоги и наблюдай вот такую хуйню совершенно бесплатно. Йоу, народ, зацените мой второй канал MoreNDays. Я там путешествую по разным странам и городам, так что go туда, чекайте. Там сейчас дни из Сингапура выходят, если вы вдруг не знали. Если знаете, то добро пожаловать опять. Это был Плюс 100500, меня зовут Максим. Пока. Игра престола. Но не сегодня. Попробуй посмотри ЭТО УБЛЮДАЙ! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok